Польша экстрадирует политических беженцев Фейсбук, Россия пиарила Рахмона и Мирзияева в соцсетях Берды Мухамедов сочиняет стихи Очередной политбеженец, находящийся в Польше, ожидает своей экстрадиции Гражданин Узбекистана Рустамбек Каримов под давлением правоохранительных органов был вынужден покинуть страну Причиной пристального внимания со стороны силовиков стал его бизнес по обработке овечьих шкур В 1999 году по сфабрикованному делу Каримова упрятали за решетку Где под пытками его заставили подписать документы по передаче своего предприятия заинтересованным лицам Как выяснилось позже, за всем этим стоял Закир Алматов, бывший глава МВД, известный в народе как Андижанский Палач После освобождения в 2001 году Каримов начал бегать по различным инстанциям в поисках справедливости В 2004 году его начали забирать в городское управление на допросы, где ему угрожали, отняли паспорт и сфабриковали новое уголовное дело После чего он выехал в соседний Кыргызстан, где проживал до 2010 года Пока узбекские спецслужбы в сговоре со своими кыргызскими коллегами незаконно не вывезли его и не поместили в один из следственных изоляторов Узбекистана Через 7 месяцев заплатив крупную взятку, ему удалось выйти на свободу, а через месяц тоже за взятку смог получить паспорт и выехать из страны Все это время он находился на территории Польши, где подал заявление на предоставление убежища Являясь активным пользователем соцсетей, в частности фейсбука, Каримов вел там видеоблог под ником Рустам Карим Где критиковал режим Ислама Каримова и нынешний режим Узбекистана На данный момент Рустам Каримов помещен в один из миграционных лагерей в Польше Где не имеет свободу передвижения и предположительно, по словам работников миграционной службы, его ожидает экстрадиция в Узбекистан Рустам Каримов подвергался пыткам в Узбекистане, есть свидетельства учреждения ООН, где зафиксировано это обстоятельство С большой уверенностью можно сказать, что в Узбекистане его ожидают пытки и заключения под стражу на длительный срок 15 января в здании польского посольства в Киеве был организован пикет в поддержку Каримова С требованиями к польским властям не выдавать его режим Узбекистана Стоит отметить, что это не первый случай, когда Польша выдала или грозится выдать беженцев режимом их страны происхождения Как вы все знаете, я получил отказ в предоставлении убежища в Польше Еще не решился вопрос о судьбе чеченского блогера Тумсо Абдорахманова, который также в ожидании экстрадиции в Россию, где его за резкую критику чеченских властей по сфабрикованному уголовному делу обвиняют в связи с Организацией Исламское государство 17 января руководство соцсетей Facebook заявило об удалении 300 аккаунтов из страниц в Facebook и Instagram Эти страницы использовались российским кремлевским проектом «Россия сегодня» и принадлежащим ему российским агентством «Спутник» для распространения ложной информации в постсоветских государствах, сообщает Central Asian.org Это осуществлялось из других стран. Например, в России была открыта страница, посвященная президенту Таджикистана Другая страница, хотя и утверждала, что якобы управляется сторонниками Шавката Мерзияева, но фактически управлялась из России, говорится в отчете в соцсети Только 10 октября 2017 года аналогичные страницы были созданы в Facebook для Грузии, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Кыргызстана, Таджикистана и Чечни На этих страницах размещены новости агентства «Спутник», в основном российская пропаганда, в том числе фейковые новости Также в отчете Facebook отмечается, что люди, скрывающие свою принадлежность к «Спутник», утверждают, что являются независимыми источниками и пытались посеять семна ненависти в странах, где распространялась информация Управление этими страницами осуществляло агентство интернет-исследований, которое называют «российской фабрикой троллей», финансируемое бизнесменом Евгением Пригожиным Основной специализацией агентства является распространение фейковой информации для продвижения интересов России через Facebook, Google и Twitter Наблюдатели отмечают, что подконтрольная Кремлю организация пиарила азиатских диктаторов неспроста Россия традиционно любыми способами стремится сохранить контроль над Центральной Азией А потому как никто другой заинтересован в сохранении власти диктаторов, которые готовы на что угодно ради сохранения своей власти и подавления исламского возрождения в регионе В очередной раз президент Туркменистана продемонстрировал свои таланты Кабинету министров 11 января в завершении заседания Кабинета министров Туркменистана президент Гурбангулы Берды Мухамедов прочел министром стихи собственного сочинения Мероприятие, как это принято в стране, транслировалось по гостелеканалам Четверостишее было посвящено Ахалтикинскому жеребцу по имени Рувач, подаренному президенту накануне Члены Кабинета министров, в свою очередь, стоя аплодировали Берды Мухамедову, тем самым выражая свое восхищение четверостишье Напомним, Гурбангулы Берды Мухамедов не перестает шокировать мир своими новыми выходками, каждая из которых еще более абсурдная, чем предыдущая Так, ранее, накануне открытия чемпионата мира по тяжелой атлетике, Берды Мухамедов, в присутствии стоя аплодирующих чиновников, в прямом эфире продемонстрировал всей стране свои навыки штангиста АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин